Привет, дамы и господа, мы сегодня экстренное включение и мы рассмотрим обновление, которое нам тут завезли, да, поэтому сегодня я не стримил, соответственно. Давайте рассмотрим, что тут, как тут новое, да, и, соответственно, обсудим по мелочам. События в честь 300-дневной годовщины, то есть они завезли сразу несколько акций, коротко завезли еще одного рейдового босса и также клановое испытание номер 5. Некоторые еще четвертые не осилили, а тут уже и пятые. А, ну и, соответственно, потайной алтарь вот этот вот рейд. Не все еще прошли вот того вордалака или как он там, безумный вордалак, по-моему, 130 или 135-й босс. Достаточно сложный босс, но мы его, естественно, уже убиваем легко, то есть даже в 10 человек. А вот этот босс 145-го уровня, ну, наверное, будет явно посложнее с его массовками, если у него скиллы такие же будут. Ну и непонятно, какое количество монстров он будет призывать, какая там будет локация и всякие там разные фишки. Посмотрим, возможно, даже отдельный видосик на это запишу, либо просто на стриме увидите, как мы будем его проходить. Итак, трехсотневная акция, как видите, короткая, я не буду тут читать. Если максимально быстро вам дадут по два билета на всяких там боссов, на пятерку и на пятнашку. И на пик плюс на площадь по два билета, там по всякие пилюльки и прочее. Самое главное, это благословение божественного дракона. Объясню для тех, кто ни разу не видел этой акции, либо те, кто видел, но забыл. Смотрите, я приведу пример по своему аккаунту. Допустим, я брал, объединял четыре розовых питомца и у меня не получился легендарный. Так совпало, да, такая магия она бывает. То первое вот, допустим, их будет два у меня, да, благословение божественного дракона. Нельзя будет взять, кстати, дважды, насколько я помню, если они ничего не поменяют в этой акции. Поправите меня после того, как обновление выйдет, так как сейчас все сервера лежат, когда вы смотрите наверняка это видео. И сервера возобновятся где-то в три часа ночи или что-то такое. Посмотрите там. Когда вы заходите в клиент, у вас должно писаться. Соответственно, можно будет выбрать, к примеру, у вас будет там пять или семь выборов. Вы можете выбрать кожу, то есть на пушку рецепт неудачный, который вы пытались объединить, на броню или, соответственно, на аксессуары. Либо четвертый вариант это книжка, пятый вариант это питомцы. То есть я уже объединял и книжки, и питомцев, пытался объединять в легендарный. Естественно, у меня ничего не получилось. И, то есть я буду пытаться вот еще по одному халявному разу сделать. То есть, кратко, у вас не получилось. У вас есть хотя бы одна попытка, к примеру, на легендарное объединение. То есть вы четыре книжки розовых, либо четыре, там, я не знаю, питомца, пытались объединить, но у вас не получилось. Это фейл считается для игры, но при этом за этот фейл вам дают по одному разу, к примеру, на книжку. И один раз на питомцев, если вы захотите выбрать, вы себе можете еще раз попытать удачу. То, что сделаю я. Если вы ни разу не объединяли розовые, то же самое у вас будет только на грейд ниже. К примеру, вы объединяли синие книжки, чтобы получить свою первую красную, и у вас не получилось там. Неважно, там вы 10 объединений сделали, 15, у вас там не получалось, и вам дают еще на халяву. То есть тот максимальный грейд, который вы пытались сделать объединением, на это вам дадут просто еще по одной бесплатной попытке. Ну, надеюсь, я внятно объяснил. Там уже в самой игре вы прекрасно поймете. Главное, не профукайте эту акцию, потому что эта акция, как по мне, одна из самых топовых. Минус этой акции, да и вообще всех акций, они никогда не предупреждают заранее. Они предупреждают о том, что вводят акцию тогда, когда они выключили сервера. То есть вы заранее не можете как-то к этому подготовиться или там типа сделать... У вас, к примеру, есть 4 розовых книжки, но вы ни разу не объединяли их в попытке сделать золотую, там, да, какую-то там супер-мега-топовую книжку 10-го левела скилл. Потому что вы эти розовые книжки хотите еще там в кодекс залить, либо вы просто ими навыки хотите проточить. А тут вы думаете, блин, завтра включит акцию, я хочу попытаться сделать себе золотую книжку. Нет. Разрабы думают, не, не надо. Просто вот по факту ведем акции и все. Ну, им срать на это, поэтому уж простите. Так, событие 300 дней, да, тут. В общем, название предмета белого перо, короче, мы будем перья выбивать. Я так понимаю, этих 300 штук мы можем выбить в день со всяких там монстров. Сразу небольшой лайфхак или фишка, я не знаю, может в этой акции будет по-другому. Но если вы убиваете монстров на 20 уровней ниже, то есть, допустим, вы 80-й, а будете бить 59-х мобов, вам уже либо не будет падать вообще ничего квестового, потому что, я не знаю, может тут что-то поменяли, либо будет падать с такой мизерной вероятностью, что вы просто проклянете эту игру. Поэтому максимум на 20 уровней меньше. И я не заметил разницы, бью ли я на 10 уровней выше монстров, чем я, или бью я на 15 уровней ниже монстров, чем опять же я. То есть, чем больше вы монстров убиваете, тем быстрее, по факту, как мне показалось, вы выбьете этих 300 штук. Ну, были акции на 1000 предметов, то есть, чем больше итемов, тем чаще они падают. Ну, раз барабанов нам нужно было выбивать 100 итемов, да, здесь 300, ну, представим, что в 3 раза чаще они будут падать. А возможно, будут падать не по одной штучке, а там 1, 2, 3, как пример, я не знаю. В общем, я думаю, за несколько часов вы набьете себе этих 300 штук, и после этого вы сможете их обменять. Давайте мы зайдем, куда их там можно обменять. Вот, 300 в день вы получаете, вы можете получить 1 героическую, там, то есть, на население, то есть, 1 камень розовый, который может плюс 1 от плюс 1 до плюс 4 проточить, 1 темный камень, который может опустить заточку, то есть, наверное, я думаю, обязательно стоит взять эти 2 камня, но там я буду смотреть, опять же, по ситуации. То же самое, только синего грейда. Дальше, что у нас еще есть? 10 билетов, короче, по 10 билетов призыва, тоже нужно смотреть. Так, и, соответственно, есть 10 статуэток, можно взять, это по одному разу, если что, можно взять 10 статуэток эпических, но полторы тысячи на это нужно будет отвалить. 300 вы в день получаете. Акция, по-моему, на 2 недели. По-моему, на 2 недели. Это что-то такое? Около того. Так, билеты тут можно получить и прочее. Я не знаю, честно говоря, что я буду брать. Ну, напишите, что вы будете брать. Ну, явно я не буду брать редкое масло, это, как по мне, полная феня. Какие редкие женщины, у меня его явно хватает. Кто-то скажет, блин, 10 дракончиков красных, классно, но я, скорее всего, возьму по 10 билетов. Вот этих вот, то есть 750, и сюда потрачу. Дальше я возьму 5 билетов на площадь, 5 билетов на пик. Может быть, на рейда? Надо будет посмотреть, подумать. Может быть, еще на рейда возьму. А на все оставшиеся я возьму, скорее всего, эпический, особенно темный камень. Желтый проще достать, чем темный камень, имеется в виду, да, того же грейда. Поэтому, скорее всего, может, еще вот эти 2 камня возьму. И, ну, а там уже остатки, уже посмотрю на что. Если у меня вообще на все это хватит, вы, наверное, сейчас идите и думаете, нифига себе, а ты посчитал, сколько тачей получишь. В общем, думайте, что вы хотите с этого взять. Там уже неплохая акция, бонус, халява, все дела. Новый рейд. Потайной алтарь. Выглядит он, как привычный вам, наверное, 90-й босс, если вы ходите на мирового босса, либо на какого там вы еще босса. Призывной в загадочном святилище. Есть такой же босс. У него 13 с чем-то миллионов хп. Я его часто бью на стриме. И, ну, наверное, еще где-то он там стоит. В общем, этого босса мы теперь будем, наверное, бить. Не знаю, он 145-й моб, левел, этот мобчик. И насколько он будет тяжелый, посмотрим. Мне кажется, с первого раза мы его вряд ли одолеем. Хотя, если 135-го мы убиваем там в 5-10 человек, ну, самыми сильными ребятами нашими, то в 15 самых сильных, я думаю, ну, типа первый раз его пройти ради статуэток, конечно же, захочется. Не знаю, сколько за него будут давать. Наверное, как там 15-20 статуэток. И всякие там разные еще плюшки. Так что, ну, того будет стоить, да. Легендарные шмотки с него выбью, естественно. В общем, я думаю, он будет мощной машиной, потому что 145-й левел промахивается. Мы по нему, я думаю, будем часто. По 135-му боссу я не промахиваюсь абсолютно. А вот с этим поглядим. Не знаю, какие у него статы. Клановое испытание. Будет добавлен пятый этап кланового испытания. Детали испытания. Босс Дракона Алого Пламени был в четвертом испытании. По-моему, даже в третьем. Дальше Генерал Стальный Кост тоже в четвертом точно был. Разъяренный Король Нефариоксов. Это, по-моему, финальный босс. Поправьте меня, если нет. Четвертого испытания клана. Отверженный Покоритель и Безумный Вурдалак Ада. Отверженный Покоритель, я не помню. Это не мужик, который на вот этом Драконе катается. Не он случайно? Разъяренный Король. Я знаю, что это тот, который на Драконе катается. Отверженный Покоритель. Я не помню, как он выглядит, честно. Безумный Вурдалак Ада все знают. То есть, это босс, которого вы в самом начале игры убиваете. Он с такой кодилкой, Моргенштерном в руке. Да. И, соответственно, он есть как босс 135-й рейдовый на 15 человек. То есть, я догадываюсь, как он выглядит. Вот насколько он там вот жесткий, тут уже другой вопрос. И я, опять же, не знаю. У нас сейчас переезд. Будем ли мы пытаться вот в это воскресенье убить этого босса? Ну, сначала мы, наверное, посмотрим видосики разных там китайцев, кто их раньше проходил. Насколько он там сильный. И уже поглядим, сможем ли мы его осилить. Опять же, дополнительная, я так понимаю, там статуэтка, всякие бонусы за первое прохождение. То есть, плюшки, я думаю, должны порадовать нас будут. Но, опять же, посмотрим, насколько мы его легко или не очень убьем. Потому что даже разъяренного Короля Нифариоксов в четвертом испытании, у него там много хп. И мы его убиваем, ну, не за одну минуту. То есть, в сумме мы четвертое испытание клана проходим минут за, честно, не знаю. Ну, точно около, меньше, наверное, десяти. То бишь, я думаю, на пятое испытание клана нам, наверное, хватит времени. Но, посмотрим. Еще некоторые изменения. Портал. Оставшееся время будет показано в безымянном пике. Когда показано. То есть, чуть меньше будет флуда, я так понял. Типа, осталось 60 секунд, осталось 30 секунд, осталось 10 секунд. Не знаю, в чем смысл этого изменения. Ну, ладно, пускай оно будет так, что ли. Лучше бы не знаете, что сделали. Когда ты находишься на площади, честно не помню. Когда ты находишься на пике, ты не можешь кинуть кому-то дуэль и тут же ее завершить. Вот когда вы находитесь в любой локации, другой, да, просто обычной локации. К вам подходит ваш твинк или там друг, альянс, альянса кто-то и кидает вам, допустим, дуэль. И вы быстро ему сливаете через кнопку завершить дуэль. На пике нет этой кнопки. По-моему, на площади точно тоже нет, имеется ввиду. Опять же, поправьте меня. Не знаю, есть она или нет. Ну, в общем, это фигня ужасная. У меня, допустим, была недавно ситуация, когда я стою там со своим сокланом. Типа, дуэльку он мне кидает. А соклан там мелкого левела, там твинк с альянса. Он мне кидает дуэльку. А на меня бежит вар. И знаете, он пишет мне, блин, страшно вар бежит. А я ему такой, нет, дружище. Страшно это не то. Страшно это из детства. Когда ты с друзьями гуляешь на улице, один из твоих друзей находит палку, сует ее в собачье говно и начинает за тобой гоняться. Вот это страшно. А все остальное это мелочи жизни и обыденность. Так что нет, нифига не страшно. Да, так что, надеюсь, эту кнопку добавят. Дальше. Исправлены внутриигровые ошибки, улучшен игровой процесс. Во время добычи сбора будет отмечено на предметах маркировки. Можно торговать во всплывающем окне приобретения. То есть, в этом маленьком окне, когда ты открываешь, там типа будут кнопки продать. Не знаю, зачем это нужно. Опять же, какую-то фигню добавляют. Вот честное слово. Исправлена аномальная дальность атаки монстров. Не особо замечал, но бывает такое, что ты от ближнего боя монстра отбегаешь, а он тебя еще за полкарты пытается продамажить и иногда даже попадает. В некоторых локациях, типа четвертого этажа фантазии, там мобы просто за полкарты бьют тебя, когда ты от них убегаешь. Хотя они ближнего боя. И их рядом возле тебя нет. И ты быстрее бежишь, чем они. Ну, короче, странная дичь. Наверное, это тоже пофиксит. Исправлено неправильное атакуемое поле, где можно атаковать определенного монстра, не получая удар от него. Ну, наверное, опять же, какие-то баги, фишки нашли. На камень становишься, атакуешь монстра, он тебя не атакует. Возможно, в сюжетке. Исправлено реширенный диапазон навыков. Арбалиста проявлялась редко. Не знаю, что это. Не замечал. Так, исправлена проблема с паузой движения персонажа при использовании автоматического перемещения в определенное место. Я это заметил буквально сегодня. Сегодня я двух твинков поставил раскачивать на новом сервере. И когда ты задание выполняешь, вы точно помните, когда ты самую первую C открываешь, ты ныряешь как бы в яму эту, и там ты такой типа находишь какой-то типа сияющий осколок. И вот с этой ямы на автомате нельзя теперь вылезти. Наверное, они это пофиксили. То есть тебе нужно самому выпрыгивать, потом еще раз перепрыгивать через там один вал, и только после этого ты возле этого братика жирного, который тебе там продолжит квест, находишься. В общем, раньше ты просто нажимал автовазон, ну, скажем так, на квест, и он у тебя сам запрыгивал назад. Сейчас, ну, по крайней мере, сегодня не работало. Надеюсь, пофиксят. Будет добавлено отсутствующий скрипт, в существующем подсказке навыка, сфера лунного света, даусов. То есть у хилов была какая-то проблема. Восьмого уровня, который удаляет маскировку и волшебный щит. Так, с вероятностью 40%. Вектфер менялся как... Так, как... Как наше первоначальное намерение. Как на... Ладно. Так, и опять же, то же самое, только с 10 уровня. Я так понимаю, либо не срабатывало, либо как-то некорректно срабатывало. Кто играет хилом, опять же, наверное, укажет, что здесь так, а что здесь не так. В общем, если коротко, нам добавили 3 акции. Самое интересное, наверное, это будет вот благословение дракона, да, получить по одному халявному попытке, точнее, призыва, да, хоть что-то с этого получить. Также мы сможем у Хрусталина по 300 вот этих вот итемов менять всякие там на плюшки. Босс новый и пятое испытание кланов. Вот, наверное, самое интересное, кроме, конечно, ивентов, это босса пройти. Ну, я думаю, один раз не будет смысла, наверное. Если с ним будут какие-то квестовые итемы выбиваться, то, наверное, на него будут ходить потом чаще. Возможно, с ним будут выбиваться квестовые итемы на восьмую тайну. В скором времени добавят восьмую тайну, да... Ой, седьмую, извиняюсь, мы только шестую прошли. А еще седьмой нет. То есть, кто шестую тайну прошел, тот понимает, что в скором времени добавят седьмую. И, наверное, с него и вурдалака будут выпадать квестовые итемы, как выпадают с двух предыдущих боссов. Всякие там вот эти цветочки вы видели, да? Кто выбивал, тот понял, о чем я. И будем, наверное, с него чаще ходить да выбивать. Может, я с него хоть раз... Я не знаю, вы видели хоть раз, чтобы кто-то выбил розовый, он же эпический, вот этот вот... Как они называются? Жетон призыва. Когда ты идешь в какую-то определенную локацию, призываешь там босса, и с него ты там получаешь сундуки. Там три сундука, шесть сундуков. Не знаю, сколько с розового сундуков будет падать. Девять по логике, да? Ну, типа из зеленого босса три сундука падает, с синего шесть сундуков падает. От зеленого грейда до розового. Даже розовый иногда выпадает. А розового я даже не знаю, какой они левел. Я не хочу для себя спойлерить. Смотри, там какие-то китайские видосики, какие там боссы и прочее. Какого они левела? Ни разу. То есть кто-то скажет, блин, надо объединять уже синие жетоны. Но, блин, у меня нет такого количества синих жетонов, чтобы их объединять. Спойлер. В дальнейшем вот эти кусочки, которые мы якобы выбиваем с мобов, с боссов, которые очень редко сейчас падают, там один синий кусочек в месяц чуть бы не падает. Да, на ивенте в четверг можно больше их выбить. Или, соответственно, зеленые тоже там за ночь, ты можешь один-два выбить максимум. То есть их переделают, потому что в китайской версии игры, которая там два с чем-то года уже, там они сыпятся просто, знаете, как... Ну, не знаю, с чем сравнить. Вот эти кусочки, которые ты по 10 штук объединяешь, в кодекс потом. Понимаете, да? Всякие там мечи, щиты и прочее. Вот они будут падать так же часто. То есть ты за ночь сможешь их нафармить там штук 50-100, наверное. И да, будет проще тогда объединять. И будет больше мотивации стоять на боссах, ну, так как с них будут падать эти итемы. В общем, вы поняли, да? Спасибо Разрывам за обнову. Как обычно, она будет длиться еще к хренову тучу времени. Пойду-ка я посплю за это время. Ставьте большие пальцы вверх, продвинем это видео, пишите комментарии, что думаете по поводу этого дела. И да, как вы поняли, у меня нет до сих пор трех видео по поводу интервью. Мне нужен до сих пор лучник, мне нужен до сих пор маг, и мне нужен до сих пор хиллер около сотого уровня. Там, который готов со мной пообщаться, там в дискорде, в скайпе, лучше в дискорде. И мы, соответственно, запишем с ним интервью. Кто готов, или у вас есть какой-то друг, в требовании, не знаю, знания русского языка, хоть немножко, чтобы человек меня понимал и сам мог рассказать, ну и был более-менее общительным, чтобы я мог задавать какие-то вопросы, а человек там не отвечал по одному слову, а как-то более-менее рассказал про своего персонажа, чтобы другим ребятам было интересно послушать про все классы. Так как два интервью записали, второе больше всем понравилось, но я так думаю, хотелось бы еще три записать. Так что ждем. Ожидаем обнову. Кому нужен доступ к альбому, либо нужно посмотреть рекламу, либо нужно купить батл пассы, либо любые другие паки в игре, а вы их купить не можете или даже, возможно, выйдет немножко дешевле, обращайтесь ко мне в ВКонтакте, в Телеграме, либо Вайбере. Да пребудет с вами, не знаю, заточка плюс 15 и жду вечером на стриме. Пока-пока.